В 6 утра объявлено чрезвычайное положение. По всей территории страны введен комендантский час, а также временный запрет на собрание. Были ограничены все электронные коммуникации и все органы порядка наделены экстренными полномочиями. В дополнение к этим мерам все андроиды в распоряжении граждан должны быть немедленно сданы государству. Вокруг всех крупных городов организованы временные лагеря, для их сбора и уничтожения. Я прошу все гражданское население оказывать нам содействие. И можете быть уверены, мы делаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны. Еще вопрос! Ух ты, сразу... Кражи, давай кражи. Правда ли, что ограблены армейские склады? Есть данные о пропаже медицинского груза с радиоактивным изотопом Кобаль. В данный момент я не располагаю такой информацией. Прошу вас! Какая ты бесполезная! Прошу вас! Еще вопрос! Это правда, что в нашей армии 60% андроидов? Сможет ли она обеспечить безопасность нашей страны? Военные андроиды были нейтрализованы, как только возникли сомнения в их надежности. Их место заняли бойцы Национальной гвардии. Армия, как и прежде, полностью боеспособна и готова противостоять любым угрозам. Мадам Президент! Мадам Президент! Многие считают андроидов новой формой разумной жизни. А вы как думаете? Это просто смешно. Следующий вопрос. Ах ты! Киберлайв, Девианты... Мадам Президент! Мадам Президент, общественное мнение все больше склоняется к поддержке Девиантов, особенно после их декларации мирных намерений. Что вы об этом думаете? Общественное мнение это одно, а безопасность государства другое. Девианты представляют опасность, а мой самый главный приоритет — защита американских граждан. Прошу вас, еще вопрос! Это правда, что большое число Девиантов еще на свободе? Пока я не располагаю полной информацией, но даже если так, в ближайшее время они все будут пойманы и уничтожены. Спасибо. На этом все. Так себе, Президент всех убийц уничтожить. Супер. О, это, наверное, Конор. Он же задумал такую небольшую аферу, да? С такси. Конор, модель 313-248-317. Меня ожидают. Идентификация завершена. Хорошо. Проезжайте. Мы встретимся с Эмендой, да? Мы же предали ее. Да. Или нет? Или специально спустили внутрь? Ух ты, какая башня, как ракета. Но это будет интересно. Конора хотят поймать или нет? Или что-то другое? Я бы сказал, слабая защита все-таки. За мной. Мы вас отведем. Спасибо. Я знаю, куда идти. Может. Но у меня приказ. Ага. Приказ. Следовать за охранником. Я могу немного просканировать. Тут немного вот так, вот так. Нет. Не очень я тут. Что-нибудь на еду. Надо просто идти. Ладно, я пойду. Как вы хотите. На еду, еду. Не волнуйся. Выглядит, как ловушка. За тобой я пошел. Да, иду, иду. Сейчас. Ух ты. А зачем эти стоят? Для украшения или как? Странно. Агент 54. Уровень 31. Распознавание голоса. Доступ разрешен. Ух ты. Что потом? Пистолет. Пистолет. Назовите имя и пункт назначения. Агент 54. Уровень минус 49. Распознавание голоса. Доступ разрешен. Ничего не понял. Ну и ладно. Автовокзала. У нас мало времени. Надо торопиться. Последний автобус уходит через 20 минут. Как ты? Я... Я очень... Замерзла. Теперь будет лучше. Спасибо. Пожалуйста. Отключила функции, да? А где лютор? Я как-то про нём забыл совсем. Это безопасно? Повсюду ходить тут. Даже не знаю. Пистолет. Ну ладно. Ух ты. Я уже тут. Ну ладно. Пистолет. Опять пистолет. Всё время пистолет. Всё время пистолет. А могу я не взять? Нет, не могу. Ну ладно. Идём. Идём. Нечего тут делать. Нет. Не убивайте. Держись на колене. Что будем делать? Надо спешить, а то автобус уйдёт. Держись рядом. Мы проскочим мимо них незаметно. Получится, я тебе обещаю. Ну ты же с ребёнком. Ты же не андроид. Не надо. Я ничего не сделал. Рот закрой. Многое же всё. Ну прямо как крыса. Изо всех селений. Не до утра же тут торчать. Уже идёт за отмороз. Мы с него смистом будем вылавливать. Тут везде солдаты. Надо осторожней. Ну, шевелись. Быстро. Внутрь. Ну и куда мне? Не увидят меня, если я... Может сюда? Не знаю даже. Посмотри. Там Лютер. Ему никак не помочь. Как не помочь? Тут везде солдаты. Ты что? Нельзя его бросать. Они же его убьют. Надо помочь. Ладно, пошли. Ну нас же поймают. Эй, стой. Это ошибка. Я человек. Мне домой надо. Меня жена дожидается. У нас... Герено проверять все гражданские. Нет. Нет. Не надо. Сраные машины. Ну и как им... Ну, помочь. Я не понял. Найти оружие. Да у меня есть оружие же. Кэра. Не нужно было рисковать из-за меня. Где Алиса? Рядом прячется. Кэра, ты спасла нас. Мы навек тебе обязаны. Бегите, а то заметят. Алиса. Алиса. Людер. Я думала, тебя убили. Я боялся и больше тебя не увижу. Думал на автовокзале встретить. Но по пути поймали. Видим. Мы близко, но времени мало. Где... Ну, кто еще тут смотрит, блин. А что мне делать? Просто пробежать? А этот не заметит? Странно. У них что, шлемы тупые какие-то? Ой. Ну, выйди отсюда. Какой бесполезный страшник. Ничего не видит. Совсем тупое. Это все? Так легко? Неужели? У-у-у. Блокпост. У нас есть паспорта, должны сойти, но кто знает. Может, в обход, чтобы не рисковать. Так мы точно не успеем на автобус. Да, но так безопасней. Выбрать путь. Мы не успеем. Без риска. Одиннадцать минут. Три минуты. Эх, что будет, то будет. Идем. Мы с ребенком. Они должны пропустить. Это же ребенок. Не нравятся мне люди с оружием. На нервы действуют. Успокойся. Ладно, Лютер. Ничего не делай, пока не скажу. Документы. Сейчас комендантский час. Запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Куда идете? Мы идем на автобус через границу. Хочу отвезти дочь в Канаду, пока все не успокоится. Он заподозрил. Спокойно. Все хорошо. Ты как, маленькая? Она дрожит. Что с ней? Она больна. У нее грипп. Простите, мисс, нам приходится. Сами понимаете, другом девианты все на нервах. Идите скорее домой. Спасибо. Он понял, Кэра. Они нас убьют. Да захнись ты. Лютер, не вздумай. Ты слышишь? Будут стрелять. Они убьют Алису. Ну вот, неплохой человек, да? Почему всем надо все время убивать всех? Боже мой. Мы с вами в прямом эфире из Детройта, где тысячи андроидов прямо сейчас идут маршем по городу. Лидер девиантов, некий андроид Маркус, возглавляет марш. В Детройте что-то происходит, мадам президент. Идти в сторону лагеря. Ну давай, идем. Просто идем. Ну и что теперь? Это что, последний поход, да? Вот и он. Момент истины. Ставьте силе, это нас. Или мы будем стрелять? Ждите. Журналисты, это хорошо. Мы не хотим столкновений. Это мирная демонстрация. Повторяю, вставайте, или мы будем стрелять. Пути назад уже нет. Это геноцид. Вы убиваете миллионы. Мы требуем немедленного освобождения всех андроидов из всех лагерей. Мы не уйдем, пока вы их не отпустите. Огонь! 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 Да? Ну, все собрались, да? Идем дальше. Поднять кулак, руки вверх, сесть на землю, встать на колени. Сделаем вот так. Откройте огонь по безоружным демонстрантам. Не стрелять! Да, Майкл, события прямо в эту минуту разворачиваются буквально в сотни метров от нас. Мы продолжим держать вас в курсе происходящего. Джосс Дуглас, канал 16. Майкл, у меня все. Маркус, что нам делать? Держаться. Столько, сколько сможем. Внимание! Черт! Сильно. Ничего не скажешь. Пробудить андроидов. Как это сделать? Как мне это сделать? Может подойти одному кому-то там? Все одинаковые, да? Ну да, да, все одинаковые. Я понял. А как их пробудить? Ну да, да, все одинаковые. А как их пробудить? Полегче. Ты манекен сраный. Отступи, Конор! И он будет жить. Прости, Конор! Этот говнюк твоя копия. а билеты где паспорта и все такое вот черт нас не пустит а где взять билеты что теперь делать найти выход а что нам делать билеты откуда краду кого нибудь не понимаю это ясно проверка не привели ну и куда мне идти все правило кажется ты нравишься оливье дочка ваша очень милая бутеры я купил билеты у тебя это что билет что ли так просто все ну и что делать прости господи милый прости меня не постижимы как это потерялись ты хорошо посмотрел они в рюкзаке были наверно выпали как то чёрт прости но там малыш на полу лежали спасибо 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 вы нас просто спасли прости алиса ничего ты правильно сделала найдем другой способ до проверка другой способ какой еще способ да не проверяет просто ну что мне делать это кто кто-то стоит да что случилось почему я не могу бежать ух ты-то на ах слава богу вы живы о господи мы видели и ерихон в новостях я так боялась что вы погибли из-за меня как вы нас нашли знала что будете здесь если же они собирают по домам всех андроидов мы бежали пока нас никто не сдал а где остальные на границе всех проверяют но я нашла человека он по реке переправит опасно но другого пути нет поедете с нами а другие варианты нету да мы с вами залезайте и так просто выезжает да с андроидами девиантами они там светятся даже ох ты как неплохо сделано журналисты помогут да мы надеемся посмотрим что будет что будет надо закончить баррикаду помогите мне ох автомобиль давай помогите огонь как как вот я как а как как что так будет достаточно это их не остановит нами не надо до время выиграть знаю это решение было нелегко принять но мы поступаем правильно отправил сообщение журналистам сообщение столько что-то у как всего много тут холодно тогда холодно давай огонек как старые добрые времена приходят что тут еще и ты как они стреляли в толпу многие погибли это мог быть и я мне страшно и не хочу отключаться мы здесь потому что мы больше не хотим испытывать страх потому что мы больше чем просто машины наши собратья умирали за это и потому мы здесь успокоился это хорошо что тут тут что-то было опять газета никому не нужная нет сигнала они не желают подчиняться как страшно да мы новый народ а ты кто просто девушка это наш флаг за свободу так и сделаем еще одна бочка зажигая откуда вы все это взяли вообще более же окружены так много наших погибло люди безжалостны тем кто не как они да ты прав конечно так и есть что тут еще да нас очень мало осталось очень мало постой где журналисты журналисты где вот они фоткают смотрят что-то делает понятно что а где норд вообще-то надолго их это не задержит но лучше чем ничего занимают позицию если атакуют никто из нас не выживет я надеялся что они наконец поймут осознают как жестоки с нами почему они не видят что мы живые ты наша надежда я тебе верю мы все тебе верим чтобы сейчас не случилось мы войдем в историю это что значит что мне делать это что я что нажимал кнопочку и все или карман не понял а пока ничего ладно пока что ничего норд что то что делаешь что то тут что это маркос мы нашли что ты просил а это что там собрались журналисты а пускай они узнают что происходит ухты а 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 м О, Илгун проклятый. Маркус, я пришел поговорить с тобой. Выходи, даю слово. Мы тебя не тронем. Не ходи, это ловушка. Надо, он дал слово. Я пришел без оружия. Я хочу поговорить. Конечно, это. Я должен его выслушать. А если тебя убьют? Но мне придется рискнуть. Ну, здрасте. Через несколько минут войска начнут наступление. Вы все погибнете. Да, мы знаем. Что случилось с остальными андроидами в лагерях? К сожалению, рядом не оказалось репортеров, чтобы спасти их. Это все. Вы последние девианты. Смерть меня не пугает. Если придется отдать жизнь за убеждение, значит, я не напрасно жил. Эта машина... Кажется, она... Тебе... Не безразлична. Ты не хочешь ее смерти. Правда? Вы ведь можете быть свободны. Можете оставить все это позади. Начать новую жизнь где-нибудь с ней вдвоем. Ее жизнь в твоих руках. Скажи одно слово, и она спасена. Я скорее умру здесь, чем предам свой народ. Ну, ты подписал себе приговор. Продолжение следует... Дело в том, что... Дело в своем роде... Дело в том, что... Ну что, Маркус, что он сказал? Ничего хорошего он не сказал. Люди готовятся начать атаку, но мы покажем им, что не боимся, а если придется умереть, то это все равно свобода. Ух ты, началось. Жизнь друга в твоих руках. Пришло время решить, что важнее, он или революция? Не слушай его, эта сволочь врет, как дышит. Можешь убить его, мне плевать. Этот человек ничего не значит. У меня доступ к твоей памяти. У тебя есть к нему своего рода привязанность. Ты готов позволить ему умереть после всего, что вы пережили? Ты готов так просто отказаться от того, кем ты стал? Я был таким же, как ты. Значение имела только задача. Но однажды я понял, это очень трогательно. Но я не девиант. Я машина, которая выполняет задачу. Именно это я и намерен сделать. Хватит слов. Решай, кто ты есть на деле. Ты спасешь своего напарника? Или готов пожертвовать им? Спасти же, Янка. Ладно, ладно. Сдаюсь. Ну это будет весело. И что бы я без вас делал? Уберите его, у нас мало времени. Это я, Хэнк. Я настоящий. Один из вас мой напарник, а второй лживый ковнюк. Вопрос, кто есть кто. Что вы делаете, Хэнк? Я настоящий. Дайте мне пушку, я с ним разберусь. Настоящий слева, я думаю. Спросите что-нибудь. Что знает только настоящий Коннор. Так, где мы встретились? В баре Джимми. До этого я успел поискать вас в четырех других. Мы поехали на место преступления. Был убит некий Карлос Артис. Он скопировал мою память. Как зовут моего пса? Сумо вроде бы. Сумо. Его зовут Сумо. Я это знал. Я... Имя моего сына. Вот чёрт. Коул. Неужели? Коул. Его звали Коул. Когда вы попали в аварию, ему было шесть. Это была не ваша вина. Фура заскользила на льду, и ваша машина перевернулась. Коулу нужна была срочная операция, но дежурного хирурга не было. И операцию делал андроид. Коул не выжил. За это вы нас ненавидите. Считаете, что один из нас виновен в его смерти. Коул умер, потому что дежурный хирург принял красного льда и не мог оперировать. Это он виноват в смерти моего сына. Он и этот грёбанный мир, в котором люди глушат свои печали порошком. Я тоже знал о вашем сыне? И я бы ответил абсолютно то же самое. Не слушайте его! Я настоящее... Вот и всё. Легко и просто. Я много узнал за время работы с тобой. В этом правда что-то есть. Может, вы правда живы? Может, вы этот мир и спасёте. Ну иди, делай что должен. А почему этому? К этому ты пришёл? Странное. Ой, как сложно. Балтица сломаю. Давай. Вирус пришёл. Очнись! Коннор, твой план сработал? Очнись! Очнись! Это настоящий вирус просто. невероятно и сколько заплатила она за это все Роуз интересно ну давай идем ну наконец-то извините, нас задержали вас кто-то видел? нет, нет, вроде бы никто деньги принесли? да, да вот короче лодки вон там имейте ввиду, там патрули береговой охраны пока не отойдете подальше мотор не заводит, ясно? за течением следите удачи я долго не понимал, почему мать со всеми вами возится но послушал этого Маркуса и до меня наконец дошло вы живые вы должны быть свободны лишь бы лишь бы теперь все это поняли жаль, но не все самые главные не поняли совсем стойка не волнуйтесь справимся а это кто? ты кто? ну Роуз а это просто андроиды ясно до границы всего полмили даже меньше много времени не займет только помните про береговую охрану спасибо вам, Роуз лучше бы я сама вас перевезла боязно мне вас тут поставлять ну пока, Алиса вы там берегите себя ну все на той стороне увидимся сесть в лодку а какую? без разницы, да? ну ладно, идем Алиутер, почему ты стоишь? что с тобой? ничего ну идем дай помогу Лютер, идем странный ну ладно ладно так дай ну ладно мы уже далеко можно заводить мотор да сейчас неужели я гребел бы все время если что далеко алиса ты как я столько всего хочу сделать я хочу прочитать все книги на свете игрок на скрипке танцевать мы ведь там сможем все все что хотим да все будет можно мы больше не будем бояться никто не будет нам приказывать ни рабов не хозяев начнем новую жизнь свободную жизнь вот ты что будешь делать что я буду я хочу посмотреть мир увидеть горы и океаны я хочу узнавать новое становиться лучше они идут что делать ускориться защищать воспользоваться лютера нырнуть это и и и Продолжение следует... Они ушли. Все в порядке? Лютер! Лютер! Только не умирай. Вам придется закончить путь без меня. Алиса, ты самая удивительная девочка на свете. Я был машиной. А вы приняли меня в семью. Позаботься о Кэрри. Обещай мне. Лютер! Позаботься о Кэрри. Позаботься о Кэрри. Мы тяжелые. Мы тонем. Надо скорее перебраться на ту сторону. Давай. 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 Ой... Мы будем жить, Алиса. Мы доберёмся. И будем свободны. Кэра! Не надо. Не делай этого. Продолжение следует... Уличную демонстрацию Девиантов силовыми методами. Нуар! Продолжение следует... 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 Прикажите бойцам отступить. Продолжение следует... 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 Мы свободны. Ты должен выступить, Маркус. Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Ух ты, это она! Живая тварь! Вот чёрт! Аманда! Что? Что происходит? Так было спланировано с самого начала. Мы сделали всё, чтобы ты стал Девиантом. А потом просто дождались момента, чтобы взять над тобой контроль. Как контроль? Вы не можете! Не сомневайся, могу. Не надо сожалений. Ты сделал то, что требовалось. Ты выполнил свою задачу. Ну и что теперь делать? Должен быть способ. Лазейка! Кстати. Я всегда оставляю свою программу в лазейке. Ну а куда мне идти? На всякий случай. Блин, где я? Не знаю. Я ничего не вижу. Я что-нибудь? Ничего. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Заявить, что мы тоже живые. И что мы народ. Блин. Вот, это устройство. Я много раз пытался это как-то самодействовать, но никогда ничего не вышло. Может, это и есть то, что надо? Давай! Старайся! Этап, когда нужно забыть вражду и перевязать раны. Простить своих врагов. Люди, наши создатели и эксплуататоры. Но завтра они станут нашими партнерами. А когда-нибудь и друзьями. Дни гнева позади. Мы должны построить общее будущее, основываясь на уважении. Мы живые! И теперь мы свободны! Субтитры создавал DimaTorzok Мы свободны, Алиса. Мы свободны! Алиса! Проснись! Проснись! Алиса! Алиса! Добрались! Добрались! Да! Мы добрались! Я люблю тебя, Кэра! И я тебя люблю! И я тебя люблю! Алиса! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...